всем привет и сегодня хочу в своем видеоуроке показать основу как можно сделать вернее оформить красиво свадебный бокал вот у меня готова два бокала для свадьбы вот так вот смотрятся симпатично давайте поближе специально сделала темный фон чтобы видно было так как все светленькая и вот с этой стороны сейчас я какую-нибудь бумажечку подкладу вот я написала имена возможно видно да марина и здесь жених у нас дима такими точечками золотой краской ну конечно на видео может быть не передаст тот эффект но смотрится очень красиво кстати если вы смотрели вот тоже блюдечко для колец я немножко до оформила как бы основу я показала в своем видео ссылочка будет в конце сможете посмотреть как делать и серединочку я уже затем решила украсить вот приклеила стразики и в серединочке я написала тоже инициалы имен жениха имя и невесты так ну и давайте посмотрим как можно сделать примерно конечно все время одинаково не получается то есть это все индивидуально и каждый раз каждый бокал получается по-своему красивый ну основу я все-таки покажу как можно оформить и так чтобы сделать бокал такой вот соответственно понадобится два одинаковых бокала то есть один невесте один жениху кстати можно такие бокальчики делать не только свадебные можно на день рождения например сделать тоже красивый бокал имениннику украсить надпись какую-нибудь там ну сегодня делаем свадебный бокал для этого понадобится бокалы затем разные вот я показывала в своих видео можете посмотреть как делать маленькие такие вот розочки из лент понадобится бисер вот у меня белый там золотистый разные ленты затем могут понадобиться вот такие акриловые краски по стеклу и керамики то есть можно что-то написать что-то нарисовать какие-то завитушки так затем разные вот блёсточки эти блёсточки я покупала в магазине вот все для вот ногти вот для дизайна ногтей вот в этих магазинах дальше разные стразики камушки ну в общем все что все что можно все вот такой вот блестящие покупаем да у меня кстати остается много разных тоже вот стразиков если вы смотрели можете посмотреть у меня есть картины алмазная вышивка алмазная мозаика и там вот используется вот такие вот стразики их много остается я их тоже использую вот в этих бокалах там вот если вы смотрели блюдце да и дело свадебное то есть все все пригодится тут уже ваша фантазия и так начнем бокал буду делать по принципу как я показала вот я делала свадебные бокалы и точно так такой же бокал ну похожий не точно конечно точно никогда не получается все равно какая-то изюминка другая будет и так начнем начну я делать вот у основания вот здесь вот бантик так как у меня была в бокале я возьму даже не знаю вот наверное из органзы лента и ну вот там я использовала такую ленту и белую ленту можно в принципе вот так две ленты вместе да взять и делать бант вот можно вот белый делать в этот раз я возьму наверное вот такой вот серебряную ленту вот такого и пущу эти две ленты вместе ну вот складываем так понадобится зажигалка для того чтобы вот опаливать края вот так чтобы не сыпалась лента дальше любой кусок картон очки вот она у меня уже была использована поэтому немножко примета в принципе неважно это картонка у меня шириной то есть вы себе намечаете какой вот примерно ну как бы вот высоты да вот бантик вы хотите побольше поменьше сейчас я померяю линеечкой сколько вот у меня где-то это пять с половиной сантиметров принципе на глаз делал вот так то есть прикидывайте себе вот какой высоты вот бантик вам нужен теперь вот эти две ленты сейчас это уберу кстати в это время уже включила клеевой пистолет понадобится тоже пускай греется и вот беру ленту и наматываю вот такие вот виточки вот слегка накладываю край один с другим вот видно да ну и вот делаем тоже количество этих виточков будет зависеть от того насколько пышный бант внизу вы хотите ну то есть попышнее можно побольше виточков таких соответственно сделать и так наматываем ну вот у меня получилось 15 таких виточков дальше здесь я вот приподнимаем и отрежем потом берем нитку иголку я уже приготовила и вот так по низу вот собираем все на ниточку с иголкой да вот как бы прошиваем итак прошили вот по низу ну то есть как бы нанизали давно ниточку сейчас я отрезаю здесь вот и теперь нужно снять это все с картон очки вот почему удобно картоп смотрите вот так вот так вот делаю да и теперь аккуратненько если здесь прихватили немножко то есть пальчиками отрываете потому что когда прошиваете она плотненько все и конечно зацепляет иголочка саму картонку получилось вот и теперь берем бокал и вот так вот вокруг бокала и соединяю сейчас вот края то есть через вот так вот видно да соединяем и стягиваем теперь вот ниточку по основанию вот вот здесь вот чтобы она легла по основанию бокала затягиваем и фиксируем здесь узелочком поближе чтобы вот так давайте зафиксируем и затем это все приклеим достаточно ниточку отрезать и теперь начинаем приклеивать вот этот вот бантик я уже нагрела клеевой пистолет и вот так вот понемногу потому что он быстро застывает клей вот так раз и прижимаем и так пошли по кругу так вот то есть приклеиваем приклеиваем клеевым пистолетом то есть распределяете примерно одинаково одинаково вот эти вот чтобы бантик был примерно одинаковой пышности вот по кругу если хотите вот чтобы более вот к верху был вот так вот прижать можно вот здесь еще повыше вот ряд сделать ну давайте сделаем чтобы уже понятно вот еще проклеиваем и прижимаем вот так кверху сам бантик вот видите он уже повыше как бы стоят вот эти лепесточки снова приподнимаем так вот смотрите вот здесь у меня как бы не не очень красиво да поэтому я вот здесь так раз клеем тоже вот так вот чтобы если где-то вдруг какой-то вот лепесток да я буду вот эти вот лепесточками называть не знаю даже как правильно вот у этого бантика то приклеиваете то есть смотрите где как-то не очень хорошо легло там вот так вот приклеиваете вот смотрите уже то есть формируете вокруг вот красивый бантик чтобы все лепесточки вот эти красиво вот были вокруг этого бокала расправляете там поправляете ну вот в принципе сама основа готова вот так смотрится доберем можно тоже две ленты но так как у меня у этого бокала не очень длинная ножка если подлиннее вот ножка сама то можно взять две ленты если не очень длинная можно и одну прижигаем край из начинаем проклеивать по спирали вокруг ножки здесь у основания проклеиваем и быстро и быстро сохнет вот так так приклеили затем начинаем вокруг ножки вот так и время от времени вот фиксируем тоже клеем у меня здесь будет мало виточков как так как взяла для примера не очень высокий бокал на такой как был вот так то есть украшаем таким вот образом ножку бокала отрезаем и проклеиваем край вот так вот получилось дальше дальше нам понадобятся розочки которые мы делали вот белые есть разные цветные я возьму золотые в данный момент такие вот красивые и вот здесь вот чтобы у нас даже когда поднимается бокал вот то вот чтобы здесь вот было тоже все красиво так как ну все-таки есть неровности когда приклеиваем вот это все мы теперь закрываем берем наши розочки и приклеиваем вот так вот ну сколько получится вот сколько не приклеиваете если это приму к примеру не свадебный бокал да она день рождения можно цветные вот такие вот брать разные тоже будет очень красиво так вот у меня получится 5 у основания 5 таких вот розочек можно бусинами в принципе вот крупными бусинами можно здесь вот сделать красиво ну вот так вот получается вот так красиво вот ножка смотрится дальше давайте украсим вот вверх бокалом здесь тоже вот те которые я показывала они были с рисуночком бокалы да как бы невеста и жених там вместе и вокруг сделала вот розочками можно сделать с одной стороны то есть ну как душа пожелает как 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 вы на это смотрите ну давайте наверно мне нравится вот так вот с одной стороны вот я буду использовать тоже в перемешку белые не знаю вот белые и золотистые золотистые или вот такие наверное вот такие вот розочки из органзы и зала и серебряные простите розочки не золотые а серебряные вот они у меня есть тут так и давайте тоже будем приклеивать как-то сейчас минуточку для того чтобы это удобно было делать вот можно взять какой-нибудь полотенечко ну что нибудь вот куда вот укладываем наш бокал ну так как если просто на столе покласть то он будет ездить все время и для того чтобы вам было более удобно работать и так начинаем теперь спокойно в приклее приклеивать все так наносим клей клей кстати тоже разные попадаются вот есть который прям хорошо держится есть который вот отваливается быстро то есть все таки попробуйте перед тем как делать потому что ноут разные бывают я не знаю как на них ничего не написано ну то есть перед тем как делать попробуйте что нибудь приклеить чтобы хорошо держалась потом чтобы ну как бы не в тот момент не отвалилось так вот так приклеиваем я через одну одну такую вот ой беленькую ну вот так вот клей не переживайте потом эти все ну вот видите такие кусочки клея они потом легко убираются когда высыхает так что ничего страшного нету сильно не волнуйтесь так так и закончим вот такой вот беленькой ну вот вот такую вот красивую завитушку сделали в принципе можно сделать и вот с этой стороны как бы в виде сердечко ну я оставлю так вот дальше дальше можно взять какие бусинки прикладываем вначале смотрим чтобы подошли ну вот в принципе можно и тоже приклеиваем наносим клей быстро ставим бусинку так дальше и бусинку с этой стороны где-то наши бусинки у меня крупные такие бусины поэтому мне удобно брать руками если более мельче то конечно тогда используйте пинцет так приклеиваем так и здесь так можно вот здесь вначале так ну вот так смотрите как уже симпатичненько получается по краю можно выкладывать стразики вот точно так же давайте сейчас вот эту ножку ножку я наверное наверное тоже бусинками наверное тоже бусинками сейчас украшу вот у основания здесь точно так же наносим клей быстро ставим на это место бусинку если скажем так по длине и ножка да то можно в принципе тоже будут розочками было бы но так как у меня ножка короткая это будет просто сильно много и некрасиво поэтому я сделаю здесь бусины так вот по кругу приклеиваем все быстро потому что клей сохнет этот застывает вернее очень быстро вот ну в принципе сам бой бежала берем другую быстро в принципе вот как бы основной момент вот как делать бокал я уже на данном этапе показала дальше конечно уже у каждого фантазия своя можно чего-то дополнять и еще одна у нас сюда поместится так вот так вот так вот так у нас получается дальше дальше сейчас я возьму уже другой клей этот можно в принципе больше клей до ничего не буду клеевой пистолет можно убрать и использую еще вот такой вот клей ну если есть другой который может приклеивать там по стеклу да то есть что вы используете можно брать и другой можно момент клей лишь бы он был прозрачный вот любой клей прозрачный и я беру еще у меня уже есть смешанные вот я делала до бисеринки вот смотрите здесь вот разный бисер вот белый взяла вот немножко вот такой вот серебряный бисер ну то есть разный разный бисер можно здесь вот я еще вот такой вот брала ну то есть разный бисер смешала вот так и этим бисером я украшу вот это вот основание так для этого я беру какое-нибудь блюдечко вот в которой я ставлю этот бокал теперь клей выдавливаем мне удобно на какую-нибудь вот на эту вот уже она мне не нужна картон очка можно на какой-нибудь листик сейчас так выдавливаем немного клея думаю достаточно для этого спички берем так и хорошо промазываем вот здесь вот основу клеем в принципе можно было бы сам клей выдавить но на здесь на основу до бокала но может получиться много все равно куда-нибудь нужно будет его убирать вот лишнее так вот густо-густо так вот промазала хорошо почему этим клеем потому что он не так быстро застывает как клеевой пистолет и теперь вот беру смешанный бисер и вот посыпаю видите блюдечко для того чтобы ну как бы не сильно рассыпать по всему столу бисер так засыпаем вот так слегка можно придавить вот чтобы ровненько ровненький слой получился и лишние лишний бисер убрать вот так пальчиками придавливаем по краям вот здесь убираем так вы ну вот так вот вот такой низ вот получается так после этого это у нас готова убираем вот так вот получился уже в принципе достаточно симпатичный бокал и еще я украшу стразиками вот вверху так здесь у меня еще не сильно застыла но для этого стразики мне удобно вот высыпать в такую емкость которая идет вместе с картинами да вот когда картину делаем алмазная мозаика то что вам говоря так же здесь не пригодится вот это приспособление которым удобно брать вот стразики и приклеивать ну если нету такого можно брать пинцетом можно пинцетом ну то есть вот каждый приспосабливается как может удобно вот этой штукой и так в тех местах где я буду скажем так берем первый стразик так и вот клей наношу на картон оч куда там где вот не сильно много вот так вот раз промазываю то есть как промазываю сам стразик в клею вот и приклеиваем вот так берем следующий снова как бы проводим вот по клею так и дальше приклеиваем ну то есть где считаете нужным там приклеивать вот такие вот стразики в принципе можно если стразиков нету вдруг я вам показывала есть такие вот блёсточки еще и так клеем к примеру вокруг вот этого вот этой завитушки да и хотел сказать если нету стразиков можно брать блёсточки вот я вам показывала для ногтей вот для дизайна ногтей вот они используются и тогда можно вот промазать клеем полосочку такой и присыпать блёсточками можно и так сделать тоже получается очень красиво выбирайте сами варианты так вот плохо плохо взялся клей еще пробуем наношу и приклеиваю так получается надеюсь что видно и так вот клеем сколько хотим вот так получилось и теперь давайте еще покажу сразу блёсточки вот можно по краю можно вообще не не делать к примеру стразики а только блёсточки для этого берем листик небольшой листик как бы так вот сгибаем и высыпаем сюда немножко лёсточек то просто для удобства чтобы лишнее можно прям с коробочки конечно но лишнее рассыпется то есть все-таки экономим так или берем снова клей и вот там где мы хотим сделать блёсточки ну вот я вот между вот этими да вот здесь вот так наношу клей такими точечками наносим сейчас все тоже желательно делать довольно таки быстро и теперь вот смотрите удобно вот так вот присыпаем надеюсь что видно да присыпаем блёсточки по всей полосочки которую мы себе определили клеем если закончились блёсточки бумажки то есть добавляете так вот так ну вот видите красиво получается так опять таки листиком придавливаем все лишнее страшиваем все ну она еще будет приклеиваться пока еще свежий клей потом кисточкой можно струсить все лишнее когда уже все застынет и бокал будет готовый и еще какой момент можно использовать вот продается вот такой вот контур но здесь у меня золотой поэтому тут я не буду давайте я только покажу сейчас 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 давайте вот на тарелочке покажу да вот можно вот такими вот точечками вот слегка прижимаем сейчас выдавим немножко выше закрыт был так пошло да и вот точечками можно к примеру вот что-то рисовать вот имя написать вот при помощи точек до поняли то есть красиво получается если нету контура вот такого то тогда можно брать краски которые вам показала вот по стеклу вот я беленькую конечно возьму можно есть такой вот кстати ну просто здесь золото она уже не подойдет так как у меня здесь идет серебро да с белым поэтому золото как-то будет слишком наляписто есть такая тоже контур вот серебряный вот он бы подошел конечно было бы очень красиво у меня его нету поэтому можно брать вот красочку краску можно брать тонкую кисточку пути у меня вот кисточку вот совсем вот тоненькую кисточку у меня для этого если вдруг ну мало ли нету кисточки тоненькой некогда покупать можно взять то ли спичку до краешек край зачистить можно взять зубочистку ну более удобно конечно кисточкой и можно вот рисовать вот краской разные там завитушечки вокруг точечки что что показать такой да давайте давайте вот здесь вот сделаем вот сердечко вот на риску можно имя можно букву написать то есть вот при помощи красок но тут уже фантазия вот к примеру то ли это будет буква инициалу до имени то есть или же это будет вот сердечко 1 2 вы рисуете на листике берете небольшой листик рисуете возможно сильно большое получилось возможно маленькая то есть корректируете да можно поменьше до нарисовать было бы хотя давайте немножко поменьше сейчас нарисую чуть-чуть так но вот чуть меньше нарисовала контур и вот так вот ставим в бокал берем нужно просто пальчиком придерживать если вы боитесь чтобы ну как бы где-то сдвинется берете скотч да что ж такое и скотчем приклеиваете и так чтобы не двигался этот листик вот выравниваете как вам надо и вот так вот приклеиваете вот не переживайте что здесь останется что-нибудь какой-то пятнышко от скотча если вдруг даже останется это все легко вытирается спиртом и вот рукой придерживайте вот сюда внутрь придерживайте сам листик потому что он все-таки немножко ну как бы уходит до в сторону и начинаем точить точечками вот смотрите макаем кисточку в краску вот совсем чуть-чуть и вот точечками можно вот рисовать так примерно одинакового размера то есть смотрите чтобы не сильно много получалось вы больше чуть ну так вот то есть вот такими точечками можно рисовать буквы можно имя написать вот на тех бокалах я описала имена жениха и невесты и так вот рисуете можно завитушками ну то есть я вам самый такой простой вариант показываю для тех кто ну никогда этим не занимался и для себя для друзей может быть хочет сделать такой вот подарок ну вот рисуем вот так вот получилось теперь убираем все это вот и в итоге у нас получился вот такой вот симпатичный бокал надеюсь что вам видно давайте были темные вот так получается более видно ну вот такой симпатичный вот просто быстро делается вот вы можете друзьям на свадьбу подарить можно на день рождения к примеру сделать такой красивый подписать там что-нибудь с днем рождения ну вот так надеюсь вам было интересно понравилось делайте тоже задавайте вопросы применяйте свою фантазию дальше в таком вот изделие скажем так всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой видео канал ставим лайк если понравилось пишите ваши комментарии обязательно я всегда очень рада и стараюсь всегда отвечать всем спасибо пока пока